Здравствуй, Петербург! Вот опять театр поэтов в ваших экранах, дорогие петербуржцы и вообще, так сказать, жители нашей родины, страны. Сегодня в гостях у меня, меня зовут Владимир Антипенко, у меня в гостях художник, поэт, ну, можно сказать, все-таки художник Борис Борисович Филиппов. Здравствуйте, Борис! Добрый день! Ну, Бориса мы, как бы, позвали, мы про него расскажем все, но сначала мы мучаем всех наших гостей тем, что они должны нам стихи свои исполнять, собственно, и просим. Борис Филиппов, пожалуйста. Одно из ранних стихотворений, пожалуйста, где-то начало всех начал, постигла мысль до пирамид, лучисто солнце, луна печаль, бение сердца, шелест-лист. И вот так, пауза, 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 остановка, замри, замри, водопад бесшумно плывет по небу облаком белым. Случай, случай, случайность, молния мысль замерла, где-то, где-то реальность звездою с рассветом ушла. Потеряно время, время, часы, тикают биением сердца, а тот, который внутри, любит, чарует и сердится. Спасибо. Любит, чарует и сердится. Вот, на самом деле, с Борисом я лично знаком уже очень давно. Это мой первый учитель творчества в этом городе. Очень давно, в 95-м, наверное, году я пришел к Борису в мастерскую. Меня звать никак, я никто. И вдруг этот человек, который рисует огромные полотна большие, известный, вообще-то, художник, так сказать, продвинутый, называет меня поэтом. Вот за это, Боря, тебе огромное спасибо. Вот, наконец-то, настал момент, когда я могу учителю, так сказать, отдать дань. Вот, польщен. Хорошо. И вот, собственно, насколько я знаю, ты вот теперь уже и член Союза художников, да? Да, 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 конечно. Вот, но главное твое достижение, на мой взгляд, все-таки, являются вот эти твои большие работы, которые вот как атомы духа, или что, как это называется? В последнее время, вот, моя концепция, она все-таки приближается к атомам духа. Потому что, по мере продвижения, там, рождения, все прочие вот эти вот копания в себе, одиночество и все прочее, я все-таки прихожу к тому, что мы и наше человечество, в частности, или в общем, можно сказать, оно приближается к духам, к духу, к духу. Мы все стараемся как-то, что ли, материализовать, а потом уйти в духу, освободиться душой, освободиться телом и мечтать о какой-то свободе. И вот, на протяжении... Мечты о свободе, вот, в твоих полотнах запечатлены. Кстати, я перебил, хотел что-то добавить. Вот, смотри, Борь, дело в том, что вот у нас такая программа, которую смотрят поэты, ну, потом в интернете смотрят. Дорогие поэты, Борис Филиппов — это художник. Все, что он сочиняет текстом, это является его поэтической тканью. Совершенно вернее, я хотел посмотреть, что... Поэтическая ткань. То есть, вот, не дай бог, но по мере художник Борис Филиппов, вот, его полотна и под ними там какие-то его стихи. Имеется в виду вот такие вот хвальба такой вот чему-то такому высокому. Мне очень, на самом деле, впечатляют твои творения именно потому, что в них мирского мало, вот так скажем. У нас поэты сейчас пишут очень много мирских стихов. Ну, вот, я давно уже интересуюсь поэзией. Не знаю, вот, ребята сейчас, конечно, пересказами занимаются. Я и девочка, я и белочка. Я перешел туда-то, заволновался, упал в грязь и так далее. Меня это как-то вот настораживает. Ну, они и проходят тоже этот путь. Но, мне кажется, что вот, я же сказал, что вот эта вот духовная, духовная свобода, вот, она касается вот именно, чтобы как-то вот подняться над собой, больше думать, а не переливать вот эту вот резину, вот эту вот тянуть и стихотворение, стихотворение. Вот это мои пожелания поэтам. Но я еще раз повторяю, что я все-таки художник. А мои все вот эти вот... А мы тоже не будем тянуть резину. Поэтическая ткань. Борь, а мы тоже не будем тянуть резину. И, собственно, попросим наших сейчас вот монтажеров включить первый блок картин, которые мы приготовили. Вот они там появляются, ты можешь... Вот посмотрите, обратите внимание, вот сейчас вот радуга. Это пленарные работы на фоне Петропавловской крепости. Вот. И фонтан вот этот наш, удивительный фонтан на Неве. Это не те большие, про которые мы... Да-да-да. Они будут ближе к концу. Вот. И вот там вот эта вот духовная радуга, она искусственно... Вот это все нарисовано все вживую, да? Это пленарные работы на турбе. Стоит художник с кисточкой на улице, в мороз. Да-да-да-да. Петропавловская крепость в данный момент. Ага. А ох, какая... Летний сад. Ну вот она у меня проходит как ваза с драконами. На летнем, в летнем саду вот стоит ваза. Удивительный вот этот иний снег. И вот мне показалось, что вот на фоне этой вазы вот эти драконы так переливаются. Видите, моя фантазия вот она вот... Ну ты такой художник-импрессионист. Смотри, какие у тебя... Это импрессионист. Пряник прямо, пряник. Да-да-да. То есть это живопись ощущений, да, можно так сказать? Да-да-да-да. Моя фантазия, вот воображение где-то. Эйнштейн говорил, что... Ох, какие цветочки. Знания. Горя, а это... У тебя очень много ты рисуешь... Именно вот... На фоне опять фонтана. Да-да, но у тебя цветы, и эти цветы настолько выпуклые. То есть ты рисуешь не натуралистично, как бы, да, а вот именно свои ощущения от цвета, да? Да-да-да, голографический такой эффект есть. Вот это Монре-По. Монре-По в Выборге. Удивительный, то есть вот эти вот... Эта картина была подарена в музей Выборга. Я им подарил, вот она сейчас там и присутствует. Это тоже Выборг. А это называется Андерсон. Андерсон, да, сказка. Время от времени меня называют сказочником. Может быть, они и правы где-то. Сейчас вот еще будут... Средневековый домик. Работает сейчас, ага, еще пока такие. Вот я его называю салат. Нежно, конечно, салат. Это тоже Выборгский замок летом. А они большие вот, это небольшие работы, да? А это 50 на 70 формат. Примерно, да, все. Да. Вот эти. А вот это уже большая. Это герберы в полнолунии. Я в полнолунии нашел два цветочка герберы. И на фоне, значит, луны, там где-то луна у меня есть тоже, в полнолунии писал эти герберы. Она почти полтора метра. Да-да-да, она где-то метр тридцать на девяносто. Понятно. Герберы в полнолунии. Что творилось у тебя в душе? Ох, а это... Золотые ромашишки я их называю. Так, так, так. Золотые ромашки. Вот тоже. Обратите внимание, я тоже свою сказку делаю. Вот там не просто... Натюрморт. Нет, ничего подобного. Это мои золотые ромашки. У меня вот такое отношение, моя сказка к каждому сюжету. Ага, хорошо. А вот тут даже какая-то другая манера какая-то, да? Это ранняя работа моя. Зимой я писал «Каменный остров». Вот сейчас немножко... Дорогие телезрители, вот мы сейчас смотрим картины художника... Наш Санкт-Петербург. Бориса Филиппова, он мастер планера, так тебя называют, да? Да, и это тоже. Живописец. То есть, ага, ох. Это удивительный портрет одной поэтессы, дорогие мои. Еще и портреты рисуют. Да, вот это дикое называется портрет. А вот Лена удивительная поэтесса. Это тоже огромный портрет, на самом деле. Да, это где-то за метр тридцать. Жалко, что в экране вот только такого размера. Да-да-да, вот такая дикое, я ее нашел. Это американка из Сиэтл. Она пришла ко мне в мастерскую, я ее посадил. Кэнди ты ее называл? Кэнди, да. Американка из Сиэтл. Кэнди. Вот такая вот интересная девочка сидела. Сидела недолго, нетерпеливо. Потом она приехала, значит, вот у меня забрать этот портрет. Ну, забрала. А вот это удивительный поэт, публицист, критик. Владимир Давыдович безродный, покойный. Вот его поэты должны знать все. Это Сайгон. Он был одним из основателей тоже Сайгона 60-х, 80-х годов. А Кэнди-то забрала портрет? Нет, Кэнди не забрала портрет. То есть он есть как бы? Меня дома не было. Она написала мне записку. Хорошо, это кто? Это Володя Власов, фотограф. Интересно тоже посидел. Натурные работы, но они сидят недолго у меня. Да тоже большая. Полтора-два часа. Это за метр, да. Большие. Это все большие. Как ни странно. А это уже пошли огромные работы. Это по два метра горизонтально. Таль, влюбленный апельсин. Это вообще моя сказка. Это уже ближе к твоим творческим работам. Это действительно основные работы творческие. И пошло высокая энергия, работы высокой энергии. Работы высокой энергии. Это вообще по-моему 3 метра, если ты не ошибаешься. Нет, это метр семьдесят на метр шестьдесят. А мне казалось, она 3-метровая. Диптих. Вот, это вторая, это Диптих. Да, покаяние, а это гений сомнения. Я даже... Тоже огромная работа. Да, 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 да. Вот по ним интересные... А это разорванный павлин. Его шутка называется «Павлины, разорвавшиеся на меня». Отнюдь нет. Это посвящение творческим людям. Переход она называется. То, что в душе художника творится, когда он пытается сочинить что-то. Вот я вот, этот весь эмоциональный ряд, это зерна времени. Ну вот это, по-моему, точно большая. Да, я даже могу тихо прочитать по этому поводу. Сейчас, давай, читай. Миг бывает бесконечно прекрасен, бесконечность бывает как миг. Прими безбрежное время, в прошлое или сейчас. Оберни время завтра или вмиг. Так будет со всеми. Мы зерна времени. Мы зерна времени. Да-да-да, это соль. Это соль, это маска. Вот, тоже вот. А вот эти шарики, шарики на переднем плане, это соль? А это стекающие капли, вот обратите внимание, стекающие капли с руки. Ага, да-да-да. Это тоже огромная одна работа, она одна из цикла, одна из основных. Она называется «Возвращение в Эдем». А огромная, сколько, какие размеры они имеют? Тоже метр семьдесят на метр восемьдесят. Блин, мне все время... А вот, ну вот это тоже метр семьдесят, что ли? Вот это аура планеты. Да, это самая основная твоя работа. Ну, это два двадцать где-то на метр тридцать. Аура планеты, она заключает... В этой работе заключены весь мой цикл вот этих вот ранних творческих больших работ. И сейчас я готовлю большую персональную выставку. О, вот он родимый, Борис Филиппов, художник. Автопортрет его. Некоторые спрашивают, твой автопортрет, я говорю, это тот человек, который писал эти картины. А перед вами стоит, сидит безобидная овечка. Да-да-да. Открыли вам тайны, секреты творчества Бориса Филиппова, художника. Боря, хорошо. Вот ты художник. Скажи, пожалуйста, как художнику живется сейчас вообще? Художнику? Я не знаю, он себе такие вопросы, если он настоящий творец, если он настоящий творец и так далее. Ему живется очень хорошо. Он внутри себя... Он не ест, не спит, рисует. Нет, не обязательно. Он ведет такой самостный образ жизни, спокойно, если он творец. Пишет тебе и пишет. Пишет тебе и пишет. Но хочется чего-то больше. Я знаю, что у тебя сейчас есть человек, который тебе помогает творить, имеется в виду, не творить рядом стоять с кисточкой, а именно в жизни твоя супруга Люба. Да-да-да. Люба, мы тебе шлем огромный пламенный привет за то, что... Люба, тебе тоже привет большой. ...нашего Бориса... Я очень благодарен Любе. Чувствую, скажу так. Я очень благодарен Любе, что... ...вся аббревиатура моей источнисти — это Люба. Да-да-да. А я уже попискиваю в холстах, там, в пленэре. А Люба — это любовь? Люба — это любовь, да. А можно вот сейчас я попрошу наших монтажеров включить второй блок твоих работ? Да-да-да. Это уже будут такие более-менее спокойные. Ну, я могу комментировать. Да, ты можешь говорить и стихов, стихов больше. Ну, да-да-да. Пожалуйста, они... вот они уже на экране. Это что? Это осенний мотив с видом на Петропавловскую крепость, собор Святого Петра. Вот это Кронверская канавка. Это праздник Петропавловской крепости. Там фрегат маленький, я с моста писал их. Это интересно. А вот тоже какой-то праздник. Вот этот Кронверк, он прогуливается по Неве. Сейчас такого уже нет. Это ранняя работа моя. Это вот мои золотые зайчики. Тоже моя фантазия. Я чуть не ослеп, когда писал его. Вот нужно... Это существо. Господа телезрители, все ощущения. Борис Филиппов, художник Петербурга. Стихи давай, Боря. Давай стихи. Тут сейчас картинки будут такие понятные. Ну, понятно. Стихи. А можно я тогда? Да-да-да. Я тоже поэт все-таки. Да-да-да. Осень, я так полагаю, где-то присутствует. Слепой дождь, блохина Петербурга. В щемяще скользком золото манящем танцует осень в парках октября. С высоких сосен грустный парикмахер стрижет на землю волосы дождя. Красиво. Сидеет небо, кашляет сердито. В холодном ветре музыка листвы преобладает. Но еще летает в спокойном ритме музыка. Ой, все перепутал. Ладно, летаем. Не, нормально, нормально. Давай, что это такое? А вот тоже я купил георгины, огромные мечети, естественно, георгины огромные, и я запускаю материал. Вот они опять показали их. Я прихожу к бабкам, закупаю и ставлю огромный большой букет в мастерскую. И тащу материал. Вот это сказка. Я весь, я вот смутился, даже перебил. А теперь ты давай стихотворение, Борис Филиппов. Вот по осени, может быть, сейчас я вспомню ранее. Теперь шагом показать, а потом продолжить. А ранее, вот это Петропавловской крепости. Вот смотрите, по осени, вот тоже у меня, вот допустим, осень золотая. Обратите внимание, души попадают. Вся крона, переливаясь, солнце шар. Ветер целовал и слушал, солнца лучик тихо принимал. Безжалостность в душе, все фибры будоражит. Что время года, что столетие миг. Вот зайчик солнца все едино взгладит. И блеск надежды родится в душах их. Топор тут по ковру, интимный разговор в тиши. Молчи, молчи, последний лучик озаряет, слышишь. Ничто не нарушает той тиши, что может называться счастьем жгучим. Здорово. Вот такая вот, повторяю еще раз, поэтическая ткань. Поэтическую ткань, и его, собственно, картина на экране. Вот это вот о листьях, как одушевленные предметы, как души людей. Возможно, возможно. Это моя сказка. А у меня твоя картина родила вот такое, помнишь, мы тогда, когда делали синтез с тобой? Да, да, да. Золото. А это звук. Да, тебе очень нравилось. Не то, что нравилось, а этот звук подсознательного явления человека. Он же практически не задумывается, он выдает звуки, как мантры. Да, это розовые березы, князя Владимира. А это торосы, вот они вот такие. Вот такие ощущения, да. Торосы, да, да. Это посвящение Ван Гогу. Вот эта удивительная свеча горит, я очень обожаю импульсионистов. О, опять портрет. Это Диана. Француженка одна мне позировала, богиня охоты, как бы такая. Вот она сидела, долго махала руками, я говорю, остановись хотя бы в секунду. А вот эта вот девочка... Губы-то какие у нее, а? Да, да, вот эту девочку мне, как бы, ну, принесли, говорит, какой экземпляр хороший. Я говорю, все, раздевайся, будешь работать. Она говорит, что такое? Я говорю, посиди, ну, обнаженная была, да. А, ну, есть, да? Ну, вот портрет получился. Это вот полнолуние, тоже моя сказка. Вот эти вот, луна выдает капли дождя. Ну, а простым людям ничего не понятно, что это такое? Это безропавская крепость. Зачем эти картины вообще такого плана? Да-да-да, объясняю, объясняю. Хорошая провокация. Ракушка, или что это? Это рапан. Зачем они? Рапан. Объясняю. Почему пень надо рисовать там, не знаю, человека красиво. А это какие-то, смотри, клоун какой-то. Это гений сомнения. Клоун. Да, якобы. А там вот вселенную, которую он закручивает. Нет, я вот, вот почему, я говорю, вот такие вот работы, видишь, пошли. Это какие-то сперматозоиды, да, по экрану? Да. Око духа. Что это такое, вот эти вот работы? Вообще, это борьба и уравновешивание духа добра и духа зла. А вот, есть стихотворение такое, нет безумия. Кто сказал? Безумность стяг несет, безумность ждет, чтобы не в счет. Катастрофа, она двинется, стиснет. Если безумие сгинет, пожалуйста, равновесие должно быть. Нет, я имею в виду вот манеру твоего написания, да, вот. Это как это называется? Станковое живописище? Как что? Вообще, пленэр, если маленькие работы, они визуально вмещаются там и так далее в мастерской станковой. Вообще, я станковист, если вот сейчас, можно сказать. Монументальная живопись абсолютно другая. Роспись на стенах, во дворах там и так далее, и так далее, на площадях. Но я являюсь там станковистом. А вот скажи, пожалуйста, вот ты можешь себя сам оценить, вот, я знаю, что можешь. Ты же такой, ну, не сердит, а мудрый такой, из веков на нас смотришь своим автопортретом. Можешь свое творчество вот как-то оценить вот в мировой культуре, вот, что это такое будет, поскольку уже нарисовано не менее тысячи картин, да? Ну, там заваливается. Количество картин я никогда не фиксировал. Вообще фиксируется магнитное знание. То есть, человек, который варится в супе, да, говорит, ну как, можешь попробовать вкусный суп, да? Он не может, он в этом варится, но все-таки. Не знаю, может быть, это явление будет новое, может, ничего. Я таких особых вопросов себе не задаю. Я тащу материалы, тащу. Но, судя по всему, я что-то новое вот начинаю такое вот видеть, потому что я отслеживаю иногда выставки, журналы и так далее. Ну, кстати, о выставках. Вот у тебя была выставка в галерее Третьякова. В галерее Третьякова была выставка портретов. Да, еще. Потом я приехал из Италии, сделал красивую выставку, 18 работ из Италии привез. Они где-то фиксируются, сейчас они у меня в мастерской. Меня поразил один, конечно. Вот такой вот. Ну, я знаю, что твои картины, они по всему миру сейчас ездят. При этом... Они где-то ползают там. Знаете, как стоимость картины определяют? Можно один рубль или миллион долларов? Ну, где-то они ходят, да, да, да. Моя задача работать, работать. И вот новый материал мне дает возможность работать. Это вот как не то, что... Не то, что заразился, а вот такая вот естественная болезнь. Сколько лет ты уже... И я по жизни пишу, не помню. Родился, сначала карандаш родился, потом я. И я не вынимаю его до сих пор, с периодами там. Я знаю, что у тебя есть сайт, да, на котором он в интернете находится. Его можно найти по поиску художник Борис Филиппов с одним Л, с двумя П. Да, да. Вот, и обнаружить сайт, и там много работ, можно посмотреть, как связаться и так далее. Хорошо. А можно вот мы попросим еще раз закрепить, так сказать, материал, сейчас последний вот был работ твоих, именно уже высокой энергии. Я бы хотел все-таки, чтобы ты как-то напутствовал этот мир какими-то словами, вот видя эти картины. Пожалуйста, вот они, это называется... Дуэт звезд. Дуэт звезд, это он рождался, как трипких белые ночи. Это центральная часть дуэт звезд. Вот, звезды дуэтом пылают. С чего это, зачем ты это писал? А вот это вот белые ночи. Это повторяется, как бы... А вот стихи по поводу этой картины. Таких законов нет в природе бытия. Есть нечто то, отбрасывает нечто. Луч света, думая, плывя, так бесконечно. Свет не умирает, он продолжает двигаться. А это что? А это заводится время, время сжато так, время так сжато. Водопад в Ниагарх, в прииске душ. Так называется прииск душ? Да, 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 может быть. В этой души. Вот. А это покаяние, вот, может быть, это относится где-то и к человеку. К человечеству. К человечеству. Такую картину можно посылать в межгалактическое пространство, да? Да, ради бога. И там пусть инопланетяне смотрят. Вот. Опять Павлинчик разорванный. Да, 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 да. Можно в шутку называть. Это огромные работы, кто только учился. Вообще, все эти работы связаны какой-то нитью. И если я их отслеживал, то вот зерна времени, вот, интересная штука. Да, 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 да. Ну ты мне скажи все-таки, вот эти большие работы, они для чего были созданы? Это концепция? Не знаю. Вообще это концепция. Атом и дух. У тебя есть думать времени. Не, если ты начал думать, ты погиб, или что-то. Нет, у меня есть такая штука, что если ты начал думать, ты пропал. Да. И вот главная твоя работа перед этим была. У меня даже к автопортрету есть... К автопортрету есть стихи. Давай, автопортрет стихи, да. Можно стихи к автопортрету? Конечно. Мы уже в суде, живьем тебя слушаем. Да, 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 да. Закройте уши, глаза, потому что я очень здесь себя люблю. Давай, автопортрет стихи. Борис Филиппов. Да, 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 да. Искры в глазницах, бисер небесных, бездонных зрачках, две полярных звезды. Веки опустятся, как закаты солнца, взглянут острее обоюдной иглы. Прикоснуться почувствуют безумность и счастье. Изумрудом мерцают вспышки зрачков. Но кто же осудит, посмеет и грядет? Эта вселенная приносит низов. Последнее время во мне на голосе, бездонных очаг, две полярных звезды. Какая звезда с божеством изумрудов. Я сокращаю, потому что оно длинное. В поисках родины неистовый бег. Вот это, наверное, суть. В поисках родины. Да, возможно. Это поисковый партнер. Да, да, да. Через зрителей Борис Филиппов, художник петербургский. А родился ты где, Борис? Откуда ты? Я родился в Капусте. Ну, ладно. Это Нижнеамурская область. Там родился потом юношеский и несознающий. Несознательная юность, несознательное детство прошло в Перми. А потом, 35 лет назад, я переехал в Санкт-Петербург. И он стал моим родным. Ты засрал еще ту самую Пушкинскую 10, когда она была творческой. Когда Юра Шевчук там, когда много-много чего. Юра, если Юра смотрит, Юрочка тебе большой привет от ББ. А вот он все понимает и все знает. Так же, как и Кинчев. У нас команда была целая. То есть именно вы на Пушкинской 10 начинали? Так, слегка. И я их тоже. Я один из первых ехал туда. Ясно. Так что, можно сказать, что художник с Пушкинской 10 здесь... Я там проилюстрировал детский журнал «Топ Шлеп». Я там проилюстрировал «Сайгон 60-80-х годов». Вот, вместе с покойным Владимиром Давыдовичем безродным. То есть, вот как-то вот я касался вот таких ключевых точек. Хорошо. Тогда, Борис, стоит спросить творческие планы ближайшие Бориса Федоровна. Значит, вот сейчас я делаю... У меня поток больших работ. Вот именно она и будет называться «Атомы духа». Эта выставка персональная. Вот большие работы катаю. Ну и ты знаешь, да, что... Теперь уже знаешь, я тебя пригласил в жюри поэтической премии. Я за только. Послушать имени Велимира Хлебникова. С удовольствием. Будет вручаться 9 ноября. И ты предоставил победителю нашему просто большую работу специально. Это будет мой маленький секрет, свободен. Рисуешь большую картину специально. Да-да-да-да-да. Дорогие поэты, вот человек, который вам подарит огромную картину свою творческую. Да, все в порядке, да. Пусть это будет секретом, что? Что-что? Это секрет, конечно. Ну, понятно. Что ли? Нет, у меня тоже секрет, но на самом деле, в принципе, люди посмотрели какие у тебя большие работы. Можно только догадываться, насколько это будет интересно. Милости просим ко мне в мастерскую, если что. Да, ну вот эту премию мы будем вручать в гостином дворе 9 ноября. И, собственно, Борис Филиппов будет и вас, господа поэты, судить, журить. Я буду строк, но справедлив. Ну-да-да-да. Хорошо. Есть короткое у тебя стихотворение на прощание? Короткое, очень. Короткое, не знаю. Лозунг такой, два слова. Лозунг? Да. Пожелание есть. Да, пожелание, да. Пожелание, значит, вот, осторожно с глупым воображением своего сердца. Вот мое пожелание. Если будете свое тщеславие держать между собой и внутри себя, вы пропадете. Поэтому, дорогие телезрители, дорогие поэты, не пропадайте. Смотрите ваше общественное телевидение. Сегодня в гостях был художник Борис Филиппов. И, собственно, мы прощаемся. До свидания. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok